Строительство дороги Наринмар-Усинска, реконструкция взлетно-посадочной полосы, воздушные гавани окружной столицы, а также новая пожарная техника. Эти темы стали основными на еженедельной планерке при главе региона. Наталья Дуркина продолжит тему. Еще в феврале Юрий Бездонный поручил разработать программу по обновлению пожарной техники в селах и провести дистанционное обучение пожарных. Уже сейчас первая машина отправилась в Каратайку. Автомобиль марки «Урал» пришел на смену машине, которой уже более 40 лет. Сегодня в поселок Каратайка мы доставили пожарную машину. Готовим к передаче документацию по передаче второй машины в Усть-Карм. В соответствии с вашими поручениями продолжается работа по подготовке проекта плана. На данный момент проводится работа по передаче в село техники от МЧС России. Как стало известно, в ходе совещания еще одну пожарную машину отправят в Усть-Кару. Следующий вопрос о еженедельной планерке касался доставки лекарств в окружные поселения. То, что касается льготных лекарственных препаратов, они уже отпускаются без учета маркировки. Они с маркировки снимаются в аптечной организации, в головной. Те препараты, которые идут в родину, сюда есть небольшие сложности, потому что не во всех селах у нас есть необходимое оборудование. Мы сейчас закупаем дополнительно компьютеры, регистраторы выбытия и онлайн-кассы для того, чтобы в селе можно было эти лекарства реализовать. И до конца марта у нас все села будут оснащены необходимым оборудованием, чтобы уже снимать с маркировки эти препараты в населенных пунктах непосредственно. Из-за сложившейся в регионе эпидемиологической обстановки некоторые дошкольные образовательные организации приостановили свою работу. Детский сад «Нижний Пеша» – это с 17 февраля по 3 марта закрыта средняя группа по контакту с заболевающим коронавирусной инфекцией. Детский сад «Андик» – подразделение нашей школы в «Андике». С 24 февраля по 2 марта закрыто все учреждения по ОРВИ. Детский сад «Сказка» – с 26 февраля по 4 марта закрыта старшая группа по ОРВИ. Детский сад «Радуга» – с 26 февраля по 4 марта закрыта старшая группа по ОРВИ. На сегодня это такая обстановка. В завершении совещания Юрий Бездудный поделился новостью о проведении переговоров с Министерством транспорта России. В частности, обсуждался вопрос о реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта. Взлётно-посадочная полоса давно не реконструирована. Воздушный флот меняется, тип воздушных судов тоже меняется. И через какое-то время наша взлётно-посадочная могла бы уже не принимать те воздушные суда, на которые переходят сейчас все авиакомпании. Тоже есть понимание, в целом, в ближайшее время приступаем к проектированию взлётно-посадочной полосы и навигационных систем, которые позволят принимать воздушные суда, самолёты в любые погодные условия. Кроме этого, поговорили о ходе строительства дороги на Ринмарусинск. В принципе, есть понимание, что дорога не просто нужна, а жизненно необходима нам. И на уровне правительства в ближайшее время будет принято решение о выделении дополнительных средств на строительство дороги. Поэтому на этот и на следующий год нам будут выделены дополнительные средства на строительство дороги. Напомню, дорога на Ринмарусинск строится в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Телеканал Север.